Всем привет! Я приехала к Дили, потому что меня все заколупали, достали. Говорят, что не нравится мой цвет волос, хотя я сам в Дили мне нравится. Я пришла к Дили и говорю, Дилька, давай теперь затонируйся. И мы сейчас будем лечить волосы. Первый шаг это был мытье головы шампунем с хелатами, который смывает все, пыль, экологию, бассейн, загрязнение. А второй шаг это кислоты, которые закрывают кутикулу волос, но при этом оставляют поры открытые, для того, чтобы третий шаг попал вовнутрь, это кератин и дальше вам расскажем. Кератин содержит 18 аминокислот, которые проникают прямо в сердце волоса и наполняют волос. Поэтому очень важно сначала полечить волосы, потом покрасить, когда будет краска дольше держаться, потому что волосы более наполненные, блестящие, красивые после кератина. В общем, приступаем к четвертому шагу, это восстановление волос и увлажнение. Знакомьтесь, Айка, Айка хотела меня накрасить уже очень давно и наконец-то мечта сделала. Айка работает в лоб, бейзажинка и она будет меня красить сейчас на КФВ. Все, я готова идти на КФВ, Диля покрасила, Айка сделала макияж. Смотрите, как красиво у нас пожелтели листики на березах во дворе. Цвет потрясающий, ни одного зеленого листика все желтые. Очень красиво. Но у нас так тепло, несмотря на то, что октябрь, на улице 24-25 градусов. Даже не бабье лето, это я даже не знаю, как назвать, но очень тепло. Всем привет! Сегодня выезжаем в банно-термальный комплекс 8 озер у нас в Алматы. Не знаю, куда все покласть, беру чемодан. Здравствуйте! Ты тоже едешь? Да! Ура! Мы приехали на 8 озер! Здравствуйте! Привет! Наш семейный состав. Да, полный состав. Давно мы не отдыхали, знаете, там где-нибудь с ночевкой. А погода потрясающая. В Алматы осень теплая. Электромашинка. Сзади. Меня обычно тошнит сзади, когда я еду задом наперед. Сара, тебе надо кофточку надеть, мне кажется, будет прохладно. Пойду возьму. Поехали! К нам в домик у нас коттедж номер 12. Ура! 12! Я люблю 12! Интересно, да? Смотри, какой у нас классный домик с собственным забором. Да. Прямо с оградкой. Да, слушай, прикольно. О, прикольненько! Ещё одна дверь. Рыбочки. Рыбки? Где? Олени. Ух ты! Ух ты! Какой у нас дом! Двухкомнатный дом. Спальная комната. Да, здесь дополнительное одеяло есть. Какая кровать большая. Здесь есть микроволновая печь, чайник, водичка, меню. Здесь две раскладушки. Да, могут спать с нами. Да, очень круто, конечно. Нам всё нравится. Смотрите, как здесь мило. Можно позавтракать утром. Красиво очень. Мельница! Как круто! Пойдём залезем на этот. На лестницу. Нет, я не хочу. Вау! А здесь летом купаются. Сейчас холодно. Бассейн огромный. Там ещё бассейн. Конечно, очень популярное место. Анжела, каншела, каншела. Но мы ни разу не ездили летом. Потому что уезжали в основном куда-нибудь. Ух ты! Аккуратно. Вот, смотрите, какой комплекс большой. Здесь даже вернолётная площадка есть. Да. Вот здесь мы сейчас находимся. Вот там это. А вот озёра. А где лошади? Конный двор, вот. Да, на ней очень можно сильно раскачаться. Ну, а здесь можно взять велосипед, покататься по территории. Удочки. Да, кстати, очень много людей. Смотрите, Сара взяла велик в аренду. Можно забрать его прямо в домик к нам. И кататься по территории. Мы сейчас тоже возьмём велики и будем ездить. Удобный? Удобный. Уточки! Смотри, Сара, утки. Как красиво! На закате потрясающая красота. Мама, можно сюда сходить курицу? Да. И поймать, давай, и можно утромать одну утку. Уточку? И сломать. Утку? Словить, а не сломать. Сломать. Добрый вечер. Мы покушали в восточном ресторане. Съели у них всё. Объелись. Очень много. Сейчас идём в СПА. У них здесь на 8 озёр. Да, есть СПА-центр. Я вам поснимаю. Есть на улице бассейн. Термальный с горячей водой. Внутри бассейн. В общем, будем сейчас отдыхать. А вот и сам бассейн. С горячей водой на улице. Очень тёплая вода. И посмотрите, какой красивый пар. Сейчас я тебя заберу. Подожди. Мы уже накупались. Так тепло. Очень круто. Рыбка. Здесь даже лежаки есть. Романтично очень. И никого нет. Одни мы. Класс. И здесь ещё есть три бани. Три парилки. Русская, турецкая и там хамам, по-моему. Финская, да. Сара нас разбудила. Мы не хотели вставать. Поедем на великах сейчас. Класс. Вообще такая классная погода и природа. Раскладной. Тебя под куртку подходит. Ой, как классно. С утречка на великах. Здоровый образ жизни. Класс. Вкусная каша. Сара устала. Так многое не каталась ещё на велосипеде. С непривычки. Ноги болят. Не хочет ехать. Уже долго катаемся. Так здорово. Свежий воздух. Вообще как бы давно мы так не отдыхали с семьёй. Мне очень нравится мой новый цвет волос. Диля просто умничка. Она потрясающий колорист. Не раз в этом убеждаюсь. Вот. И я сняла для вас видео с вот этим макияжем. Сейчас на солнце он выглядит иначе. Сегодня заехала в H&M. Купила с Ари вещи. Потому что оно уже холодает. Мне нравится, что там можно найти стильные недорогие вещи. В отличие от других брендов. Вот ещё очень клёвый свитерок. Смотрите какой. С оленем. Джинсы. Здесь у меня сапоги. Тоже красивые сапоги. Стильные. Всё на сезон. Потому что она сбивает. Царапает обувь. И всё. На один раз можно сказать. Что за перо? Что за перо валяется? Ты что, съел птичку? Недовольный. Постоянно до сих пор с нами не спит. Приехали домой после детского сада. Быстро приготовила куриный суп с домашней лапшой. Я добавляю брокколи. Иногда зелёный горошек. И очень важно добавить зиру. Но это если вы любите зиру немножко. Вкус меняется. Забрала посылку с iHerb. Доставили. И давно я не снимала для вас видео. Уже, наверное, год кушаем с сайта iHerb. Но руки не доходят. С ней для вас фавориты. У меня много всего есть интересного, вкусного. То, что я ем уже целый год. И повторно заказываю. Вся красота в моей коробке. Если хотите, могу оставить ссылку на весь заказ под видео. Я начала изучать свою посылку. И обнаружила, что они мне положили вот этот крем. Я его не заказывала. Вместо ксилитола сахара. Который очень люблю. И потом я посмотрела, что, оказывается, ещё я заказывала другую муку для блинчиков. Ну, в принципе, это тоже неплохая. Но факт в том, что там была другая мука. Я написала в службу поддержки, что они мне не положили сахар. И они мне ответили через 4 часа. И сказали, что, типа, извините. Мы обменять не можем вам, так как международная доставка. Но мы можем вам перечислить сумму за вот те продукты, которые они мне не додали на мой счёт. То есть они мне вернут разницу, деньги. А это оставят в подарок. Круто, да? Итак, я не смогла держаться. Хочу сразу попробовать эти вафли. Здесь гречневая мука. Если уж есть муку, я без неё не могу, без мучного, то есть хорошее. В общем, вместо молока я добавляю соевое молоко. Вместо мёда я добавляю кленовый сироп. Он тоже сайхёрба. И вместо оливкового масла я добавляю масло авокадо. Тоже сайхёрба. Ссылки все оставлю, девчонки, под видео. И всё. Замешиваем. Вот такие панкейки получились. Они не пышные. Может быть, из молока. Но на вкус очень вкусные. Знаете, такие чувствуются, что они ржаные. Хотя, ну, гречневые. Отрубные. Вот. Непышные. Может быть, из-за того, что молоко необычное, соевое. Не знаю. В общем, вот такие дела. Но вкусные. И из двух стаканов муки получилось очень много. Я думаю, что здесь на 5 человек панкейков. Буду заканчивать свой влог. Всем спасибо за просмотр. У меня на голове полотенце, потому что я сейчас лечу волосы. Вы знаете об этом. У меня Джойка маска, Олаплекс лечение. Как раз у меня сейчас под полотенцем, под пакетом Олаплекс. И вы видели уже, что я делала кератин. Первый раз в жизни. Мне нравится очень эффект. Волосы наполненные. Волосы намного лучшего качества после осветления. Я еще раз повторю кератин. Еще раз покрашусь. Но я не хочу теперь возвращаться к темному цвету. Мне нравится сейчас цвет, который у меня есть. Это темный блонд. Посмотрим, что из этого выйдет. Как он будет смываться. Но как-то так. Женщины, мы не можем по-другому жить. Нужно постоянно экспериментировать. Я не буду экспериментировать. Волосы это не зубы. Отрастут. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok